Время спорта на ЛАТО 24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте! Призеры четвертых пара азиатских игр получили денежные сертификаты. Заместитель председателя Кабинета Министров Идиль Байсалов поздравил кыргызстанских спортсменов, участвовавших в четвертых азиатских параиграх в городе Ханчжоу, Китайская Народная Республика. Незрячая спортсменка Хайт Хон Хусан Кызы завоевала золотую медаль по дзюдо. Джалалдин Абдувалиев две серебряные награды и Гульнас Джузбаева бронзовую оба по легкой атлетике. Призеров наградили денежными сертификатами. За первое место предусмотрен денежный сертификат на 1 250 000 сомов, за второе 750 000, а за третье 500. Кыргызстанский боксер Амантур Джумаев выиграл золотую медаль чемпионата Азии среди спортсменов не старше 16 лет, который завершился 2 ноября в Астане, Казахстан. Всего спортсмены из Кыргызстана завоевали 7 медалей. Одно золото, два серебра и четыре бронзы. В весовой категории до 52 килограммов на пути к золоту Амантур Джумаев победил представителей китайского Тайбе, Туркменистана и Японии. В финале Амантур оказался сильнее спортсмена из Казахстана. Также за золото бились еще два кыргызстанца Арвас Ахмат и Дилербек Садиров. Оба спортсмена проиграли и завоевали серебряные медали. Рамазан Исаев, Алиязим Кушубекова, Зарина Курбанова и Аруке Камыдбекова завоевали бронзовые награды. Кыргызстанский спортсмен Азад Бакиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пара джиу-джитсу, который проходит в Абудабе с 1 по 10 ноября. В турнире ПРО принимают участие дети, подростки, взрослые, ветераны и люди с ограниченными возможностями из 69 стран. Кыргызстан. Зарегистрироваться на чемпионат мира мог любой желающий. Турнир имеет неофициальный статус. Спортсмены состязаются только в категории ги – кимоно. Кыргызстан представляет более 100 джитсеров, которые завоевали 9 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Бакиров выступал в абсолютной весовой категории. Спасибо всем, кто поддержал, всем, кто помогал в подготовке и реализации выезда на чемпионат мира. Спасибо моим тренерам и всей команде. Всем спасибо. В следующий раз буду сильнее, написал Азад Бакиров на своей странице в Инстаграм. Напомню, Азад Бакиров является чемпионом Кыргызстана по грэплингу 2021 года и призером чемпионатов мира по джиу-джитсу 2022 и 2023. В 21 год у него обнаружили саркому и была проведена операция по ампутации левой ноги. Кыргызстанец Акназар Кинчибаев стал чемпионом мира по шах-боксу. Соревнования проходили в Италии. В весовой категории до 90 килограммов Акназар Кинчибаев победил спортсменов из Турции и Франции, а в финале он оказался сильнее соперника из России. Шах-бокс – это синтез шахмат и бокса. Спортивно-прикладная дисциплина – гибридный метод развития интеллектуально-физических способностей личности, обучающий умению комбинировать умственную и физическую деятельность в экстремальных условиях боя. Одна из главных задач занятий шах-боксом – научить подростков, молодых и взрослых людей думать, размышлять, решать сложные задачи на поле интеллектуальной борьбы, параллельно обучать навыкам практического боевого единоборства бокса в спортивных, профессиональных и оборонительных целях. Стал известен расширенный состав национальной сборной Кыргызстана на отборочные матчи чемпионата мира 2026 против Малайзии и Амана. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз на своей официальной странице. Команда пройдет учебно-тренировочные сборы с 9 по 15 ноября в Куаулампуре, где и пройдет игра. В расширенный состав сборной страны главный тренер Штефан Таркович включил 33 игрока. Окончательную заявку на матчи тренерский штаб объявит после УТС. На домашний матч с Аманом Акшункар проведет подготовку 18-20 ноября в Бишкеке. Напомню, Кыргызстан во втором раунде отбора попал в группу «Д» со сборными Амана, Малайзии и китайского «Тайбэ». С 16 ноября команда Кыргызстана проведет выездной матч против сборной Малайзии. Начало в 19.00 по бишкекскому времени. Для болельщиков сборная организует фан-зону в ТЦ «Дордой Плаза». Отмечу, 21 ноября состоится домашний матч против сборной Амана. Билеты на стадион имени Доленова-Мурзакова уже в продаже. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в третий раунд отбора, а также обеспечат себе участие в финальной стадии Кубка Азии-2027. Также на этой неделе президент FIFA Джани Инфантино заявил, что чемпионат мира в 2034 году примет Саудовская Аравия. Саудовская Аравия осталась единственным претендентом на право провести турнир после того, как свою заявку решила не выдвигать Австралия. Величайшее шоу на земле организует Канада, Мексика и США в 2026 году в Северной Америке. В 2031 году чемпионат мира пройдет в Африке, Марокко и Европе, Португалии и Испании. А еще три игры состоятся в Южной Америке – Аргентина, Парагвай и Уругвай. В 2034 году мировое первенство состоится в Азии и Саудовской Аравии. Три турнира, пять континентов и десять стран, участвующих в проведении матчей. Это делает футбол по-настоящему глобальным, написал Инфантино в социальных сетях. Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Футбол на чемпионате Европы по Кудо. Турнир прошел 27-30 октября в городе Каунас, Литва. Кыргызстан представляли два спортсмена. Ринат Урмадбек Уулу завоевал золотую медаль, а Нурсултан Батербек стал серебряным призером. Напомню, что в мае Ринат Урмадбек Уулу стал чемпионом мира по Кудо в Японии, а Нурсултан Батербеков бронзовым призером. Кудо – это современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знания о каратэ-какусинкай, борьбе дзюдо и тайском боксе. На сегодняшний день это динамично развивающийся вид спорта, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала каратэ, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств. Кудо, как вид единоборств, является кандидатом на включение в олимпийские виды спорта. Спортивный центр имени Айсулуты Небековой откроют в Кочкорском районе. Об этом на встрече с прославленной спортсменкой сообщил полномочный представитель президента в Нарынской области Алтенбек Эргешев. По его словам, проект будет реализован при поддержке главы государства Садыра Джапарова и председателя Кабмина Аклбека Джапарова. Трехкратная чемпионка мира по борьбе сделала тур по малой родине, встретилась с школьниками и провела мастер-классы для спортсменов. Ранее объединенный мир борьбы UVV опубликовал мировой рейтинг борцов. Он составлен по итогам азиатских игр в Китае. Айсул Тенебекова после победы на чемпионате мира в Сербии занимает в нем первое место. Тенебекова – одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений. Она завоевала серебро на Олимпиаде 2020 в Токио. В прошлом году выиграла серебряную медаль в Улан-Баторе на чемпионате Азии по борьбе. А в 2023-м завоевала золото в Астане, став пятикратной обладательницей титула. Айсул Тенебекова признана лучшей спортсменкой в женской борьбе Азии. В ходе второй международной конференции Центра государственного частного партнерства 2023 премии в номинации «Социальный проект года» за реконструкцию бассейна удостоилась Федерация триатлона Кыргызстана. Это первый современный инклюзивный спортивный центр в республике, в котором будут созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня в гостях передача «Время спорта». Человек, благодаря которому этот вид спорта поднялся на такой уровень и стремительно развивается в нашей стране. Айронмен, президент Федерации триатлона Кыргызской республики Чингис Алканов. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Так вы прямо-то представили, мне аж неудобно стало. Очень рада вас видеть. Спасибо. Давайте сразу перейдем к делу, как говорится. Рассказывайте о центре. Когда вообще зародилась такая идея? На протяжении 8 лет уже существует Федерация. Мы начали развивать Федерацию в 2015 году. Зарегистрировали 1 апреля. Начали вообще соревнования. Во время соревнований поняли, что нужны судьи. Поняли, что нужны атлеты. А чтобы были атлеты, нужны тренера. И потихоньку-потихоньку все это дело развивали. Находили людей, которые верили в молодую Федерацию. Мы им доказывали, что мы действительно добьемся успеха. К нам стоит примкнуть. И со временем, когда уже появились люди, команда, стал вопрос, конечно же, инфраструктуры. И вот насколько я помню, спустя, по-моему, 2 или 3 года как раз-таки открылся после реконструкции бассейн «Дельфин». И там на втором этаже было пустое помещение. И я как раз очень просил и мэрию города Бишкек, и вообще всех, кто в спорте, пожалуйста, сделайте так, чтобы там открылось отделение триатлона. Слава богу, меня услышали. Отделение было открыто. И уже тогда мы помогали. То есть мы не просто там открыли отделение, мы полностью профинансировали даже спортзал в «Дельфине», который на втором этаже. Передали его, соответственно, полностью все вот эти тренажеры, железки самому «Дельфину» и начали тренировать. С самого начала мы взялись за три направления. Это спорт высоких достижений, паратриатлон и любители. С паратриатлоном мы, естественно, начали с людьми, для которых инфраструктура позволяла. Это незрячие. С ними есть другая сложность. То, что когда вы тренируете незрячего спортсмена, рядом с ним должен быть еще более сильный спортсмен, гайд, который его сопровождает на соревнованиях. И он должен бежать с такой же скоростью, плыть с такой же скоростью. На велосипеде он тоже не должен сидеть мешком. И, естественно, все это усложнялось. А потом на соревнованиях мы начали выступать и увидели то, что есть не только незрячие спортсмены, но и спортсмены-колясочники, спортсмены без конечностей. И мы поняли, что на самом деле мы бы и здесь могли составить конкуренцию на международной арене. Они прям поверили в себя, но поняли, что нет инфраструктуры. И уже, наверное, после пандемии мы начали активно искать какой-то бассейн, который прям действительно отвечал бы всем нормам инклюзивного бассейна. Но такой мы, естественно, не нашли. И тогда мы... Ну, вообще в целом с бассейнами сложновато. Ну, как бы это отдельная тема. Но вот в данном моменте мы хотели вот именно такое, чтобы колясочник мог просто заехать, переодеться, сам принять душ, сходить в туалет, погрузиться в чашу бассейна, выйти оттуда без посторонней помощи. Ничего подобного мы не нашли. И тогда мы увидели один заброшенный бассейн 69-й школе и прям вот поняли, что мы можем из этого сделать конфетку. Тогда начали активно развивать ГЧП, государственное частное партнерство. И я, как президент Федерации Триатлона, принял решение, что мы должны через ГЧП попробовать и взять именно на общественное объединение Федерации Триатлона Кыргызской Республики этот бассейн в управлении. Слава богу, это произошло. Летом 23-го года мы подписали и тут же начали его ремонтировать. Сейчас ремонт находится в такой очень активной фазе. И у нас уже есть проект, и мы видим, он вырисовывается. И я уверен, Кыргызстан прям увидит совершенно новое спортивное учреждение, где будет тренироваться абсолютно каждый, вне зависимости от своих ограничений. Да, вот как раз вы говорили о людях с инвалидностью, да? Расскажите про специальное устройство, которое будет сделано для них. Во-первых, всё будет без ступенек. Там, где будет уровень подниматься, там будут пандусы. Но пандусы не такие вот, раз поставил для галочки, да? Мы выдерживаем там эти 7 градусов, мы смотрим, чтобы они не были крутыми, чтобы действительно на них можно было самостоятельно заехать. В раздевалках будут специальные места для колясочников, чтобы они могли легко подъехать поближе к шкафчику, да? Они там чуть выше, не с пола начинаются эти шкафчики. Потом у них отдельная душевая с санузлом, и в мужском, и в женском. У них спокойный проезд. То есть старая планировка бассейна в 69-й школе не позволяла там человеку на коляске просто элементарно проехать, потому что там были вот эти вот все зигзаги, это было невозможно. Сейчас мы все сделали прям идеально. И доехав до бассейна, там будет установлено специальное оборудование, которое вот позволит как бы взять человека из коляски, да, и погрузить его в воду. А потом без труда его вытащить. И это не будет там из области, я не знаю, два человека из бассейна его вытаскивают, два сверху тянут, да? То есть, ну, это в любом случае дискомфорт для любого человека. Помимо этого у нас также будет оборудован спортзал. Без спортзала в триатлоне невозможно. И этот спортзал находится в таком цокольном этаже, и там ступеньки. Никакой возможности сделать пандус нету, узкая такая лестница. Но мы нашли выход, мы сейчас заказываем лифт специальный для колясочников, который будет как бы опускать так медленно вниз и поднимать. Это как раз под чашей бассейна, как я понимаю. Не совсем под чашей, но прям там, да. Под чашей у нас организована водоподготовка, технические помещения, также склад. Вот как раз про воду и систему очистки. Да. Да, еще одно новшество. Я сам активно тренируюсь, и во всех своих командировках очень, ну, прям вот первым делом прошу узнать, где есть поблизости 25-метровый бассейн, чтобы я не пропускал свои тренировки. И я плавал в Копенгагене, я плавал в Лондоне, в обычном бассейне, общественном, никакой там не супер клуб, просто разово платишь и купаешься. И я был удивлен, что за вода там. То есть я хлорки не чувствовал. В Лондоне прям особенно на языке была прям такая соленая вода. Я был шокирован. И когда я разговаривал с местными специалистами, они сказали, что да, есть такой способ очистки воды, она такая более солоноватая. В ней тоже есть хлорка, но, конечно же, уже совсем другой консистенции. И в таких бассейнях плавать гораздо приятнее, могу вам точно сказать. Есть люди, у кого есть аллергия на хлорку, и за это они не посещают бассейн. Да, я не могу утверждать, что прямо у аллергиков все будет там 100% хорошо, но, по крайней мере, есть шансы, стоит попробовать прийти, и может действительно чудо, нос не будет заложен, и плавать будет действительно в удовольствии. В подвале планируется сделать тренажерный зал. Какой вообще размер у зала, и какие будут тренажеры специальные, может быть, для людей с ограниченными возможностями здоровья? Да, все есть. Вентиляция обязательно, потому что вы будете полностью в закрытом помещении. Конечно. Во-первых, сам спортзал будет делиться на две части. Где-то около 200 квадратных метров. Классический спортзал со станками, железом, гантелями. Там будет, кстати, минимум два станка, как раз-таки для лиц с инвалидностью. Они смогут прямо на коляске подъехать и выполнить необходимые упражнения. Также будет специальный тренажер, который учит плавать. Его тоже можно приспособить для лиц с инвалидностью. И вторая часть, где-то там 80-100 квадратных метров, это вот как раз-таки беговые дорожки, велостанки. Вот эта часть, она такая прям, ну, я бы ее назвал аэробная, да. И там будет, ну, наверное, по большей части любители. Вот. И с вентиляцией тоже проблем не будет, потому что когда вот именно на этих станках работают, идет активное потоотделение у спортсменов. И наши подрядчики, которые этим занимаются, они прям, ну, знают об этом. Вот. И делают специальную вентиляцию, чтобы внутри комфортно дышалось. Отлично. На какой стадии реконструкция и когда закончите? Вот когда планируете? Давайте с этого, а потом про деньги. Вопрос, конечно, прям такой, не в бровь, а в глаз. Мы рассчитываем закончить ремонт до Нового года. Вот. Мы поставили амбициозную цель перед собой. Мы начали демонтаж. Тогда еще даже не ремонт, а демонтаж в июле этого года. Вот. И мы надеемся, что вот к концу декабря мы ремонт закончим. Вот. Именно такие сроки поставлены. Сейчас, конечно же, появляются разные нюансы. Как, например, лифт, да, который должен вести колясочник на цокольный этаж. Для него ширина лестницы недостаточная. Там нужно хотя бы полтора метра, а у нас в конце лестница заужается до метр тридцать. Нам нужно, соответственно, выдолбить эту стенку, заново ее залить. То есть есть нюансы, которые вскрываются. У нас, не буду вскрывать, не было такого опыта строительства подобных объектов. Но мы хотим... Как привык такое? Мы хотим это сделать профессионально, чтобы не краснеть. Я планирую сам там лично тренироваться. И я просто не привык, когда мы что-то сказали и сделали совсем другое. Поэтому мы будем стараться сделать так, чтобы не краснеть, и чтобы это действительно привело к результатам, чтобы атлеты могли тренироваться. Ну и давайте по деньгам теперь. Сколько уже потрачено? Когда мы подписывали... Не только то, что вам выделили, еще я, насколько знаю, вы свои деньги вкладываете. Да, все верно. Когда мы вообще в эту историю заходили, я был уверен, что в принципе я там сам смогу полностью сделать ремонт. Мы примерно оценили весь проект в 30 миллионов сом. Но когда мы уже залезли туда, понимаете, увидели все эти сгнившие трубы, увидели полное отсутствие работающей вентиляции, увидели окна, которые просто наладом дышат, увидели фасад, который просто был, ну откровенно скажу, ужасен. И все эти... Ну в общем, такие нюансы, которые просто нельзя обходить стороной. Можно внутри сделать красиво, но если это все снаружи ужасно, то рано или поздно и внутри будет тоже ужасно. Поэтому мы решили подойти к этому основательно, вследствие чего вырос ценник. Далеко за 30 миллионов. Вот сейчас он уверенно приближается к 50 миллионов сом. Вот я надеюсь, он на этом остановится. Вот и в связи с этим, конечно, мы сейчас усиленно ищем дополнительное финансирование. Вот я хочу озвучить. За 8 лет существования федерации вы провели около 50 стартов в Кыргызстане, обучили более 300 детей триатлону. Любителей сейчас в стране около 500. Есть призеры чемпионата Азии, 2 серебра и 1 бронза на паро-азиатских играх. Есть у нас пара атлет, который дважды становился чемпионом мира. 14 место на Азиатских играх. Есть победитель Кубка мира по пара-триатлону. И около 50 человек пополнили ряды айронменов. А двое из них отобрались на самый престижный турнир для триатлетов. Это чемпионат мира айронмен, который проходит ежегодно на острове Каила-Кона, Гавайи, США. Все верно. Скажите мне, где все это время вы тренировались? И откуда вообще появились тренеры квалифицированные? Все тренера, которые у нас работают, они естественно не из триатлона. Потому что дисциплины триатлон в Кыргызстане не было никогда. То есть мы все данные о этом виде спорта в министерство сами заносили и показывали, как это работает, что это олимпийский вид спорта, что нужно развивать, что мы готовы развивать. А потом мы искали людей, которые нам были близки по духу. Вот, например, Андрей Ханадеев. Он сам активно увлекался триатлоном. Он сам бывший пятиборец. Причем титулованный пятиборец. Но уже был в годах, естественно. Занимался уже бизнесом. У него магазинчик, массаж на дому. И я ему как-то так предложил. Андрей Анатольевич, давайте к нам в тренеры. Он сразу, скажи, не сразу согласился. Потому что, естественно, у него сформировался уже свой образ жизни. Свои потребности. У него есть какие-то начинания свои. А тут приходит какой-то молодой парень. Заходи в федерацию, которая еще недавно вообще не существовала. Еще непонятно, будет ли кто-нибудь тренироваться или нет. И тренерство – это же такая вещь. Или ты с душой уходишь, или у тебя ничего не получится. И тем не менее, вот он доверился. И на последних пар азиатских играх в Китае он прям доказал. И я думаю, и мы ему доказали, что не зря он нам поверил. Двое его атлетов выступили на дисциплине легкой атлетики и завоевали вот эти вот медали. Да, на пар азиатских играх буквально на прошлой неделе. Причем раньше в истории Кыргызстана вообще такого не было. А тут у нас есть один атлет, который аж два серебра взял, Джаладин. И его супруга, между прочим, она стала бронзовым призером. Это вообще как бы, я даже не знаю, как это назвать. И потихонечку вот таким образом мы людей всех вот так вот завлекали. Любителей мы вообще завлекали. Это просто вот расскажу, не поверите. Вот на каждом, на каждой посиделке с друзьями, с родственниками вот так вот заводят. А не хочешь попробовать триатлон? А пойдем, а это так классно. И вот буквально как в какую-то, как бы ужасно это ни звучало, секту затягивали людей, давайте, давайте. Им нравилось, и они в свою очередь кого-то затягивали. И вот так вот так вот это комьюнити выросло, да. И любители, они тренируются где угодно. Слава богу, у нас есть как бы спортивные учреждения такие коммерческие, да. Хотел бы отдельно отметить, например, ворд-класс. Они нас прям вот поддерживают в самом начале. Ну, изначально базируется федерация триатлона как раз таки там. Мы любителей всегда воспитывали, да, в ворд-классе. У нас там были и тренера, и время, и программы. Вот, и такие, я скажу, прям спецусловия. А юниоров, профессиональных спортсменов, пара триатлетов мы старались тренировать в SD Short Delfin. Детишки у нас тренируются, между прочим, не только в Бишкеке. У нас есть школа и в Карабалте. Вот, у нас есть школа на Иссыкуле. Вот, мы и в Бишкеке, естественно, присутствуем. Я надеюсь, что вот сейчас мы откроем триатлон-центр, выйдем еще на более новый уровень. И, кто знает, может быть, Ваше как-нибудь откроем, да. Ну, для меня это был бы прям такой новый этап триатлона Кыргызской республики. Я вам желаю добиться обязательно вот именно открытия Ваше, потому что у нас юг очень масштабно развивается в разных видах спорта. И хотелось, чтобы триатлон тоже там появился. Да. Теперь Ваше, наверное, обращение к тем людям, которые, возможно, захотят поддержать вот эту Вашу инициативу в создании такого инклюзивного спортивного центра, центра триатлона. Вам слово. Отлично. Ну, я хотел бы обратиться ко всем зрителям. Я, как руководитель Федерации триатлона, с самого начала ставил перед собой задачи, именно чтобы развитие Федерации было устойчиво, вне зависимости от того, кто ей руководит. И если до этого времени постоянно требовались денежные вливания, то с открытием вот этого бассейна мы не только сможем тренировать лиц с инвалидностью, мы еще и получим некую удочку для Федерации. Она сможет зарабатывать, закупать совершенно новый, современный инвентарь. Это велосипеды, это кроссовки, это спортпит. И помимо этого вывозить большое количество людей на международные соревнования, повышать их опыт, уровень. Вывозить их на всевозможные учебно-тренировочные сборы. И все это сможет Федерация делать сама за счет своих средств. Это действительно такая вот прям... Раньше была несбыточная, сейчас уже вполне реальная мечта. И вот нам не хватает буквально там каких-то 10-20 миллионов сон, поэтому если у вас есть возможность, и вам это действительно как-то откликнулось в вашем сердце, прошу вас связываться с Федерацией Триатлона. Можете найти все наши контакты на нашем сайте triathlon.kg или же в Инстаграме тоже triathlon.kg. Спасибо вам. Здорово. Хочется дополнить о доступности. Когда закончится эта вся реконструкция, все будет оборудовано. Насколько будет доступно тренироваться там? Допустим, даже людям, которые не будут входить в Федерацию Триатлона, они тоже смогут тренироваться? Ну, в первую очередь, конечно же, речь будет идти о том, чтобы растить атлетов именно в триатлоне, потому что это триатлон-центр. Дети смогут тренироваться в секциях. Стоимость будет вполне обычная, никакая не завышенная. Хотя у нас будут и велосипеды, и бег, и бассейн. То есть ребенок будет развиваться во всех направлениях, не только в одном. Это очень хорошо повлияет на строение тела. Лица с ограниченными возможностями у нас будет тренироваться бесплатно, но какое-то определенное количество. Потому что, честно говоря, бассейн-то маленький. У нас всего четыре дорожки, и это 25 метров. На одной дорожке мы не сможем сделать так, чтобы тренировалось, там, я не знаю, 10 человек с инвалидностью, потому что они требуют определенного внимания. Нужно больше людей, соответственно, имеется в виду, которые их тренируют. Соответственно, их количество тоже у нас определено. Но это не один-два. Это, ну, я думаю, человек 20 точно сможет бесплатно тренироваться. И нужно будет показывать результаты. Об этом тоже хотелось бы сказать. Все-таки просто заниматься для здоровья – это не совсем то, чего мы бы хотели. Мы бы хотели поднимать флаг нашей страны на международных соревнованиях. И в первую очередь мы будем, скажем так, отдавать приоритет людям, у которых растет результат, которые постоянно и планомерно тренируются. Ну и любители, конечно, куда же без них, они тоже смогут посещать наш триатлон-центр и тренироваться, потому что, в принципе, инфраструктура будет очень развита. Дети обычно тренируются после школы, это там до 4 часов. Профессионалы всегда тренируются два раза в день, это с утра и до ужина. А как раз-таки любители после работы, после 6 могут прийти и, в принципе, там свободно. Все это мы сейчас планируем, думаем, как это все совместить, но мы будем стараться тренировать как можно больше спортсменов в нашем триатлон-центре. Я уверен, у нас это получится. Здорово. Я желаю вам успехов в ваших амбициозных целях. Спасибо. А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях передачи «Время спорта» был президент Федерации триатлона Кыргызской Республики Чингис Алканов. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова